доброе утро всем самое доброе субботнее утро сегодня 28 сентября суббота время 10 часов поздно я сегодня поздно встала потому что вчера поздно пришла вчера у нас был корпоратив мы праздновали день дошкольного работника и вот сегодня я вам хочу похвастаться вот про патчи которые я вам показывала подарили мне детки женщине вы патчи сделала ну вот очень они мне нравятся гидрогелевые в отличие от тканевых но носить их нужно дольше до полного высыхания талинка мне сказала я готовлю себе завтрак на завтрака вся на блины сегодня захотела его сделать в блендере сейчас мы с вами позавтракаем и подумаем нам этим что нам сегодня делать поговорим о начинке вот такой вот у меня сегодня овсяно блин с шоколадной пастой рикотто с шоколадным сыром рикотто и сверху я посыпала немножко тертым российским сыром конечно же живой кофе куда же без него утром какие у нас сегодня планы вообще конечно так непривычно суббота и мы до планы у нас самые простые талинкой хотим пробежаться по магазинам такие как галамарт фикс прайс здесь у нас еще такой магазин товары для дома посмотреть всякие ящички контейнеры вот потому что сегодня вообще запланировано по дому разбор полета я это называю нужно перебрать вещи мои и алинкины летние убрать осенний зимний достать то же самое сделать с обувью но что-то мне подсказывает что как всегда нам будет не хватать коробочек каких-то сундучков корзиночек поэтому вот хотим сначала по магазинам а потом заняться всем этим хорошо погуляли так здорово не стала я снимать смущать девчонок потому что не все хотят быть известными танцевали веселились не стало их смущать вообще нет даже фотографии я даже не фотографировала никого еще раз всем осенний привет мы собрались и идем у нас сегодня шопинг мы сначала с алинка решили погулять мы сначала решили погулять по магазинам сейчас идем светофор зайдем фонды и в галамарт там недалеко и фикс прайс а потом уже дома кстати я так люблю вот этот вот наш проспект такую красивую здесь сделали аллейку как я уже показывала и вот эти вот многоэтажные дома я надеюсь очень скоро мы из этих каменных джунглей уедем алинка не хочет она к этому мегаполису привыкла ей так нравится здесь вон они высотки 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 прям душат особенно летом нет хорошо я предлагаю золотую середину каменные джунгли и при этом травушки травушки травы тут мало травы да да уж а это вид с другой стороны это вот я развернулась смотрите ох прям не знаю люберцы уже как москва вон тучки какие смотрите но мы зонт не взяли не сахарные не промок ним да ребенок идем а тут сидит киска и так внимательно смотрит а на веточке вон синечка прыгает вот она и киска сидит смотрит а вон еще голубя увидела пошла охотиться смотрите кошка красивая оп 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 смотрите сейчас будет нападать киска не надо чтобы на птичек пугала она даже на кис-кыс не это самое окошко прям красивая кс-кс-кс-кс окраска красивая охотится такая деловая или дела в магазине обновились немножко приду домой покажу вам обновки алинка меряет а я вот уже купила понравилось это мы в магазине вот же ходили ходили гуляли гуляли проголодались зашли макдональдс набрали себе но я взяла себе вот такой салат цезарь взяли мы с алинкой наггетсы мы их очень любим я сырным соусом и алинка взяла себе чизбургер фиш ролл а я ищу цезарь ролл в общем это у нас вместо обеда не знаю это много наверное видите как мы это нагуляли аппетит вот ну а там посмотрим до дачу в общем мы сегодня грешим мы кушаем в макдональдсе это вообще это редко но метко вообще в моем случае это вообще очень редко но сегодня я позвольте себе расслабиться нагулялись в светофоре сейчас отправляемся фикс прайс покажем вам потом наши покупки и одежду для дома там кое-что купили наелись макдаки в общем идем дальше идем по такой аллейке вообще на красной горке вот таких мест практически нет это мы как бы ближе к старой черте города получается вот и тут более более зелено до птички поют голубка или голубок кушают а вот это вот примерно так как будет в том районе куда мы в скором будущем собираемся переезжать вот там более зеленый район и вот именно это как бы один из плюсов из тех плюсов из тех плюсов которые вот как бы есть да кусочек лета полетел ты моя хорошая ты моя бусинка маленькая в общем идем мы с моей бусинкой думали по шопингуемся нам часика хватит из дома вышли 12 не было по моему время уже четыре обалдеть когда ходишь по магазинам по магазинам одежды дня может быть мало особенно если это девочка да идем мне так чулка моя не нравится что-то с ней как-то это нормально я тоже тебя люблю дочь пришли домой вот решили показать что купили из одежды но на себе сразу хотелось бы показать да если там вещи для дома какие-то там предметы быта можно показать вот так то вещи я решила сразу одеть купила вот такое платье она очень бюджетно стоит 1549 рублей трикотажная с длинным рукавом под каблучок на каждый день на работу мне кажется самое то но знаете что меня смутило девчонки это платье 52 размера но я сейчас точно знаю что я не 52 размера алинка сказала что скорее всего это в магазине одже покупали скорее всего там как-то вот подразделяются размеры по-другому то есть ну максимум максимум у меня сейчас 48 размер но никак не 52 но вот так вот на мне лежит висит или сидит это платье это моя первая покупочка в магазине одже оставайтесь с нами модель номер два вот такое платье тоже в магазине одже куплено его цена 1449 зимой под шубу можно потому что в любом случае тепло и весной и вот сейчас осенью надевать это платье такая вот интересная молния она с карманами но знаете вот карманы вот вот как-то я не знаю мне они нужны например я туда точно знаю что ничего класть не буду потому что засовываются руки в карманы хорошо высовываются не очень ну в общем вот так вот выглядит тоже под каблучок небольшой там вот так выглядит модель номер два оставайтесь с нами и модель номер номер три ее верхняя часть это вот такая блузка мне она понравилась знаете похоже на штапель ткань вот здесь веревочка то есть она собирается еще здесь застегивается можно носить мне кажется даже и летом такой какой у нас летом году здесь она на резиночке вот ну вот такая вот без воротничка кофточка мне понравилось тоже такая стильная и купила это уже не воджи это мы купили в магазине мистер сумкин да вот такую сумку девчонки ну решила что у меня много сумок на самом деле но мне все время не хватает места в них она такая вместительная посмотрите вот первый отдел вот это второй отдел этой сумки плюс еще вот такой вот кармашек молния достаточно глубокая вот смотрите ну ремень мне не нужен я его сразу уберу вот сюда и документы и бутылка с водой поместится и барсетка где у меня и паспорт и права и все 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 и косметичка и в общем то ну все сзади еще вот такой кармашек вот сумку покупала по желтому ценнику цена такой сумки 5 700 а мы ее купили по акции за 2000 поэтому вот такая сумка можно и на плечо но я на плечо редко сумки ношу вот в основном я сумки ношу вот так вот ну и оставайтесь с нами дальше покажу там небольшие хозяйственные покупки обзор покупок да дочь дочь жует у нее кофе брейк точнее пепси брейк а у меня еще не кофе брейк зашли в перекресток купили вот большую банку здесь 190 грамм кофе 279 рублей исключительно замечательным я очень из растворимого люблю кофе не с кафе голод и дети у меня пьют только такой вот и горешка исключительно кофе варит в турке наконец-то мы в голомарте нашли пакеты для заморозки потому что это что-то вообще не в диксе не в пятерочке не в магните только в голомарте нашли пакеты для заморозки игореш не распечатывал пакеты нормальные они плотные хорошие вот дальше не удержались и что-то купили вот такие в магнитике символом будущего года и вот такой магнитик календарик надо старый из холодильника поубирать на дачу отвезти а эти оставить в ванную комнату купили новую шторку вот такую вот 400 рублей стоит нарисованная так поняла на шторке это ласточкино гнездо крым вот такая шторка ванну надо заменить ну если вдруг что-то быстренько взбить или для того чтобы не пускать в ход блендер купили вот такой венчик ему цена вообще скукали не помню 23 рубля такой тоже достаточно мягкий вот он у нас он был но куда-то пропал на даче тоже нет не знаю где это вот очень удобная штучка вот вот цены в магазинах я видела за 200 рублей вот такие венчики а мы в Галамарте нашли за 23 рубля а акция купили на сменку вот такой вот коврик для сушки посуды это уже фикс прайсе он поменьше того коврика ну ничего страшного подкупила то что он такой яркий симпатичный да Алин настроение поднимаем сейчас тот постираем а этот постелим коврик такой и вот Алинка вообще я не знаю она была сегодня против этого против а я все равно купила вот такие две корзиночки по 27 рублей там не было почему-то красивых вот как раньше мятного зефирного цвета резных это вот такие вот знаете больше как канцелярские корзинки а там были такие вот именно декоративные такие красивые ажурные ажурные да ну я решила что мы эти тоже в общем хотим немножко освободить или перебрать или расхламить свое пространство и в ванной и на кухне и в комнате и даже в коридоре поэтому у меня еще есть две корзинки но не такие немножко других пустые вот в общем потом я покажу куда я нашла им применение но я думаю в любом случае с учетом того что нас я все-таки надеюсь ждет скорый переезд и мне очень понравилось вот такой вот органайзер или контейнер хозяйственный вот он без колесиков вот вот что там можно хранить цена такого контейнера 99 рублей вот это вот у меня я так думаю вот этот контейнер будет стоять под раковиной у меня там много таких вот средств для мытья посуды и запас и для духовки ну в общем а был еще на колесиках вот так вот выдвигается вот думала в ванну взять под средства бытовой химии ванную Алинка говорит мам зачем вот они там стоят на полке вот мы бы с тобой полку как раз таки бы освободили и что-нибудь еще на полку поставили а что вот лучше когда совсем а пока пойдем пить можно как да оставайтесь с нами не прощаемся ну вот как я организовала средства для мытья посуды на кухне вот контейнер сложила и пусть стоит так лучше в любом случае Игорешка нагарив борща пока мы гуляли вкусного вкусного а здесь харчо два первых блюда да пока мы гуляли в общем борщ харчо и делает Игорешка отбивные да дорогая редакция приветствует вас категорически категорически ладно девчонки не прощаемся доброе утро девчонки доброе утро мальчишки воскресенье 29 сентября я проснулась немного простыла извиняюсь за свой голос завтраку на завтрак у меня сегодня сейчас я вам покажу на завтрак у меня сегодня вот такой вот бутерброд с пастой антарктик криль очень я ее люблю две сосиски что-то так захотелось и конечно же кофе кофе сегодня варила в кофеварке так что всем кто все же еще завтракает приятного аппетита вчера из вышеперечисленных планов мы не сделали ничего кроме того что сходили по магазинам поэтому надеюсь что то что мы не сделали вчера какую-то часть делаем сегодня и девчонки хочу вам показать вот смотрите я вам уже не раз показывала эту хитрую интересную волшебную баночку и вот приобрела ее снова вот она полная практически полная я уже начала ее пить это для профилактики у меня начался учебный год нагрузка на ноги ноги все таки есть хоть и с детьми мы прыгаем танцуем вот ну и если когда я лечила ногу я пила по 8 грамм в день этого вещества то сейчас пью по 4 в день то есть как просто для профилактики для поддержки вот развожу в теплой водичке жду пока раствориться и выпиваю не реклама просто если вдруг кому-то ну кому-то будет нужно или кому-то интересно вы напишите в комментариях дам ссылочку на этот сайт вот такая красивая картинка у нас теперь в ванной у нас теперь в ванной кусочек моря только девчонки представляете когда вскрыли упаковку не хватало вот этих вот двух крючочков пришлось со старой со старой шторки взять вот вот в упаковке не было посмотрели все так что вот так бывает вот такая вот она у нас красивая не знаю видно в полный в полном объеме картинку но красиво красиво ласточкино гнездо у нас теперь вот такая вот у нас бяжка за окном такая вот погода противная сейчас еще более-менее развеялась а было знаете как вот туманная дымка такая я девчонки наводила порядок разбирала вещи доставала осенние убирала летние то же самое делала с обувью меня тут так сильно накрыло то есть резко зашумело в ушах затошнило я даже говорю Алинка принеси мне дольку лимона потому что ну не решили мы померить давление я померила давление у меня первый раз давление было сто на пятьдесят сто на пятьдесят а пульс пятьдесят два я прям даже испугалась пульс вроде бы я такая подвижная была да там с табуретки на табуретку и такой пульс вот ну в общем Игорешка мой тоже испугался не на шутку стал меня лечить мы тут собираем вот такие бутылочки маленькие и я из своей коллекции точнее горешка из коллекции достал и в два захода я вот решила себе таким образом немножечко поднять давление и дольку лимона лимона съела дольку лимона съела но сейчас почему-то верхняя опустилась девяносто пять на пятьдесят два так же но пульс пятьдесят восемь у меня такое часто бывало просто я не всегда мерила давление неужели я такая метеозависимая стала вот так что доброго здоровья всем главное не поверьте всем доброго утра сегодня понедельник тридцатая сентября я хотела блог выходных дней выложить на канал вчера но не получилось поэтому скорее всего выложу его сегодня поэтому я еще сегодня с вами завтракаю а может быть даже мы еще с вами увидимся сделала опять себе патчи мои любимые кстати время шесть тридцать утра у меня на завтрак овсяна блин вот такое солнышко сегодня овсяна блин сегодня с белым сыром рикоттой и с абрикосовым джемом и сварила в кофеварке кофе йог сейчас буду завтракать расскажите как проходит ваше утро или покажите в день я всегда стараюсь встать пораньше в шесть в шесть тридцать самое позднее затем у меня как всегда стакан теплой воды водные процедуры какие-то там маски патчи затем я готовлю себе завтрак после завтрака прием хондропротекта я вам показываю эту красную баночку и майкап после майкапа витамины и уже такие контрольные сборы на работу наверное все как у всех если что-то будет интересное сегодня выложу еще увидимся а если нет то ставите это видео сегодня вечером на канале всем всем хорошего дня и Дорогая редакция всех категорически приветствует. Всех приживает к здоровому питанию и вкусно поужинать. Дорогая редакция всех категорически приветствует. Я в дырнушке очень вкусный горюшек. Да что я его боюсь. А я знаешь как боюсь? Крашусь в ванне. Опять это пыш-пыш-пыш. Я вздрагиваю каждый раз когда она так делает. И просто тишина-тишина и тут резко пах. И я реально вздрагиваю прямо. Русская колбаса. Вкусная. Это у меня что за боковка? Угу. Вяленая вот это да? Ой а пахнет балдосово. С горчичкой. Кстати капусту делала горюшка. А бивные делала горюшка. Хлебушек готовила горюшка на меду. Угу. Моему папа. Он у нас есть на канале этот хлеб. Не роняю. Не роняю. Правду говорю. Вот самое лучшее лекарство для всех болезней. Угу. 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 Ну и он тоже сейчас попался. Гороший. Тебе полезно маму. Завтра Снегурком возьму капусту на работу попробовать. Завтра будет коротенький влог. Мы пойдем к Умам-Ям. В гости на кролика кабардинского. У нас очень много родственников, друзей. Мы всем-всем передаем привет. И в Саратов, и в Белоруссию, и в Знаменск. А? И на Украину, да. Вау. А все почему? Потому что у нас большая артистичная семья. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Ну ладно. Мы будем ужинать. И всем, кто ужинает, мы желаем приятного аппетита. У нас в уроке белорусского языка. Все мягче произносится. Дед. Дед. Слышишь З после Д. Дед? Дед. Дед. Ты говоришь Дед. Ну а как? Дед. Дед. Ярче языком Дед. Слышишь после Д-З. Дед? Дед. 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 за сало ну а что такое сало вот у нас маленький поросеночек рождается мы его откармливаем там молочком и опушкам там зерном кукурузкой он вырастает так пару сантиметров и вот мы его потом зарезали сало афроамерикаец говорит ерунда это все вот мы бегемота заварим у нас все племен месяц прямо по этим салон обжирается едут дальше а это у нас крыжовник